Ну а в США борются с последствиями бури века, обрушившейся сразу на несколько штатов. Снега столько, что не выдерживают крыши, проваливаются под тяжестью огромных сугробов. По-прежнему закрыты аэропорты и ограничено движение транспорта. В Вашингтоне сегодня не работают госучреждения. Между тем, по данным о США и этот пресс, число жертв стихии достигло 28 человек. Из Соединенных Штатов Жанна Агалакова. Даже из космоса этот снежный шторм выглядел впечатляюще. Размах на семь штатов. 60 миллионов человек под ударом. И в самом эпицентре, американская столица, Белый дом завалила по самые окна. Авария, обморожение, сердечные приступы. Люди, не рассчитав сил, разгребали сугробы до изнеможения. В Нью-Джерси молодая женщина и ребенок задохнулись в автомобиле. Снег залепил выхлопную трубу. Недалеко от Нью-Йорка поезд буквально воткнулся в сугроб и не в силах сдвинуть его, простоял 6 часов. К счастью, состав был без пассажиров. А в Коннектикуте сотни автомобилей. 12 часов ждали помощи в многокилометровой пробке. Спасателям было не пробраться. Застревали и спецтехника, и машины скорой помощи. Просто увидел, что они застряли тут, и лопаты у них сломались. Пошел домой, взял свою. Надо же помочь. Штату Нью-Джерси пришлось переживать одновременно снежный буран и наводнение. Штормовой ветер вызвал мощнейший прилив. Губернатору Крису Кристи, который претендует на участие в президентских выборах, пришлось прервать кампанию и заняться утопающими населенными пунктами. В Западной Вирджинии, которая на одной широте с итальянской Сицилией, фиксирует невиданные, почти метровые сугробы. На стадионе Вашингтон Редскинс, не выдержав тяжести, обвалилась крыша. Чудом никто не пострадал. Трудно поверить, что еще недавно тут, из-за аномального тепла, цвели деревья. И вот, в конце января, здравствуй, зимушка-зима. Стихия, Бог или кто там еще, все понимаю, но это слишком. Мне две машины откапывать. Небывалый снегопад вызвал небывалую активность в соцсетях. Знаменитости выкладывали фотографии в зимних шапках и шарфах. Это звезда экрана Дрю Берримор. Узнать почти невозможно. А это, в детской шапочке, певица и актриса Дженнифер Хадсон. А вот с красным носом голливудская красавица Наоми Уоттс. Даже Белый дом выложил кадры двух президентских собак, Бо и Санни, буквально купающихся в снегу на лужайке перед резиденцией. Полтора дня бедняги были вынуждены сидеть в заперти. В Нью-Йорке, который больше суток тоже жил в режиме чрезвычайной ситуации, неработающее метро, перекрытые дороги, мосты и тоннели, едва стихла непогода, горожане повалили в парки и скверы. Снежки, снежные бабы, санки и редкий шанс прокатиться в самом центре Большого Яблока на сноуборде. Фантастика! Я как раз новую доску купила, а тут столько снега. Как не попробовать? Повезло просто. Присоединяйтесь! Это первый снег за зиму. Я сам родом из Нью-Йорка, разное видал, конечно, но тут просто не мог не прийти. Мы с дочерью катаемся, здорово. Снежные бури терзают северо-восток Америки каждую зиму. 2006-й считается самым суровым, но и в этом уже поставлен рекорд. За одни только сутки в центральном парке Нью-Йорка выпало 67,5 сантиметров осадков. Максимальное количество за всю полуторавековую историю наблюдений. Но испытания, видимо, еще не закончились. Вся эта масса снега растает в ближайшие дни. Уже во вторник в Нью-Йорке метеорологи обещают плюс 6, а потом снова ниже нуля. И все превратится в каток. Жанна Агалаква, Борис Леонов и Елизавета Волчегорская, Первый канал, США.